Добрый вечер всем! Смотрю много новых лиц, необычно, и в то же время приятно, что много новых лиц к нам пришло. Я немножко представлюсь, расскажу об организации, где мы находимся. Мы находимся в стенах философской школы Новая Крополь. Ну и что такое Новая Крополь? То есть Новая Крополь — это международная культурная организация, в основе которой лежит философская школа классического образца. Это значит, что в этих стенах мы не только изучаем философию, но классического образца, значит то, что мы стараемся практиковать и воплощать философию в жизнь через культурные проекты, волонтерские, проводя семинары. Ну и в принципе вся деятельность, которая происходит в Новом Крополе — это попытка воплощения философии в жизнь, то есть попытка практической философии. Ну и сегодня у нас семинар посвящен синтезу философских идей Востока, конкретно Китая, и живописи, то есть как философия даосизма и конфуциарства воплощается в живописи. И я рад представить вам Руслана Мельяненко, мастера китайской живописи. И вот он, собственно, больше расскажет о течении в таком живописи, как Усин, и о взаимосвязи философии и художественное творчество. Я думаю, у нас будет где-то полтора-два часика такая встреча, лекция, семинар. А после этого, кто хочет, мы, как правило, остаёмся на чай, и внизу уже в неформальной беседе можно задавать больше вопросов. Но если возникают вопросы по ходу, то тоже можно сразу задавать, то есть формат свободности, не просто лекция, а как бы даже такой небольшой семинар, то есть в принципе. Ну что, поприветствуем Руслану. Во-первых, спасибо Олегу, спасибо новому Авропу за ту возможность, которая благодаря нему у меня сейчас есть. И спасибо вам огромное за то, что вы сегодня здесь. Я, честно говоря, не ожидал такого интереса к теме китайской живописи, да, сизма и конфуцианства, которые в ней воплощены и выражены. И я очень-очень обрадован. Спасибо вам огромное. Для меня, как для человека, который живёт китайской живописью, это моё интересное очень влияние. Ну, для начала пару таких организационных моментов. Хорошо? Я по своей манере, не знаю, привычке, извините, говорю, о своей привычке, я предпочитаю работать в комбии, в свободном комбии стиле. Что это значит? Это значит, что если у вас есть какие-то вопросы, возникают вопросы по ходу, да, или какие-то аспекты, которые я хотелось бы более глубоко обсудить, говорите, задавайте, спрашивайте. Если какие-то нюансы, моменты остались непонятными, да, показались скомканными, выточняйте, вы говорите. Я с радостью на них остановлюсь, с радостью их освещу. То, та структура, которая у меня есть, да, я готов, буду подглядывать периодически, хорошо? Та структура, которая у меня есть, там, слайды, которые я подготовил, это всё вещи оформленные, да, для того, чтобы я не потерял ни беседы, и не ушёл в какие-то, там, дебри, связанные с философствованием перед живописью, да, в боге пещере. Вот, поэтому, если вдруг возникнет необходимость изменить эту структуру, пожалуйста, легко. Ага, договорились? А, ещё вопрос. Меня хорошо слышно? Да. А видно? Да, да. Супер. Вот это здесь чётко видите? Да, потому что здесь на слайдах будут некоторые моменты. Кому не очень хорошо видно? Вам, юноша. А вы сядьте вот здесь с края, он тогда будет лучше видно. А может быть, в первый ряд как-то? А может быть, да, мужчина в первый ряд может сесть, и тогда ему будет вообще хорошо видно. Таким? Раз видно и слышно, то тогда можно начинать. Присаживайтесь. Сюда садись. Кто? Окей. Друзья мои, у меня вопрос. Какие у вас ассоциации приходят с словами «конфуцианство», «дацизм», «китайская живопись»? Вообще, какие картинки возникают в голове? Конфуцианство. Конфуцианство, лава-дзи, и китайская живопись. Хорошо. А чем связывается у вас китайская живопись в лучших чертах? Спокойствие с сафра. Спокойствие? Сафра. Кто? Сафура. Сафура. Сафура – это японская живопись. Ну, а вот. В связи с китайской, да? Да, красивая девочка. Хорошо. А вообще такие словосочетания там «китайская культура» – это слово. Тоже, да? Сафура и конфуцианство. Чай. Чай. Хорошо. Ну, вообще, китайская, древняя цивилизация Китая – это чуть ли не единственная, но одна из редких культур в истории человечества, которая до сих пор имеет свои какие-то самостоятельные истоки зарождения и непрерывно развивалась, развивается до сих пор. И одна из таких самостоятельных этнокультур, самобытных, непохожих ни на что другое, обладающих какой-то такой притягательностью, да? В какой-то смеси с каким-то мистицизмом таким, да? Вот те вещи, которые касаются древнего Китая, там, китайских искусств, практик, они как-то овеяны какими-то мифами, легендами, там, какими-то, да, какими домыслами. И от них всегда веет чем-то необычным, неизвестным, непонятным. Китайское изобразительное искусство и китайская школа мысли – можно сказать, такие два бриллианта этой китайской культуры, столпы, благодаря которым китайская цивилизация, культура развивалась, двигалась на протяжении веков. Да, сизмаки и конфуцианство – это две, наверное, основных школы китайской мысли, которые повлияли на все, что происходило в Китае с периода V-VIII веков до нашей эры. Китайская живопись глупо или традиционная китайская живопись глупо стоит таким неким особняком в области традиционной китайской культуры и настолько самопытно и уникально, что в европейских традициях найти аналог практически невозможно. Отчасти некоторые школы китайской традиционной живопись сравнивают с европейским импрессионизмом, но это так, очень-очень условное сравнение, хотя и то, и другое было основано на желании передать эмоции, какие-то ощущения, но на этом, наверное, искусство и заканчивалось. И то, и другое несли в себе некую спонтанность, действительно выражение, но на этом, наверное, искусство и все. Так вот, о влиянии конфуцианского и даоситма на традиционную китайскую культуру, на Китай в целом и, в первую очередь, на китайскую живопись я предлагаю сегодня пообщаться. Если есть какие-то пожелания, чем дополнить эту тему можно, да, пожалуйста. Нет? Нормально движемся. Дальше я, с вашего позволения, в пиджак сниму, потому что жарко становится. То ли это мне так страшно, то ли... А? Тепло? Хорошо. Хорошо. Мне вообще разговаривать привычнее с кисточкой в руках. Я сегодня чуть ли не впервые в жизни представил в виде такого сурвезного лектора, который должен о философских концепциях разговаривать. Поэтому, если будут какие-то сбитки, нужно не описывать. Итак, поехали дальше. Конфуцианство... Что, что? Смитутонский взгляд основного различия. Даосизм и конфуцианство. Об этом мы сегодня тоже говорим. Обязательно. Итак, конфуцианство и даосизм. Зародились и развивались в один и тот же период китайской истории. Это 5-й и 3-й веката нашей эры. Период, который в китайской истории известен как период Жань-Гоу-Шидай. Это период борющихся царств или по-другому сражающихся царств. Этот период связан с тем, что в Китае постоянно шли какие-то междоусобные войны. Одни территории воевали с другими. И этот период, как вы видите, длился немного и не мало. 200 лет. Даже с небольшим. Именно в этот период конфуцианство и даосизм получили свое максимальное развитие и становление. Основоположниками этих двух движений стали, естественно, конфуций, либо китайское, правильно китайское озвучание кунзы или кунфуци. Учитель кун или учитель без рода кун. Настоящее имя кунцю. И лаоцин. Старый ребенок или старый мудрец. Настоящее имя лика. Оба они родились задолго до того, как конфуцианство и даосизм стали мощными, развитыми философскими школами. Если помните, у нас период развития попал на 5-й и 3-й век века до нашей эры, а конфуций и лаоцин жили в 6-м и 5-й век века до нашей эры. То есть их учения начали приобретать свое движение в Китае, активное и сильное, где-то через историю после того, как они вошли в этот мир. Но здесь пару слов, наверное, нужно сказать о том, какое место искусство вообще занимало в жизни китайцев. Дело в том, что китайцы смотрели на жизнь не через призму философии, как это тогда было в Европе. Не через призму религии, а не смотрели в большей степени, наверное, на жизнь через какое-то понимание, через призму искусства. Можно сказать, что все другие их виды деятельности были пропитаны какой-то художественной, эстетской, да, позиции каким-то мировоззрением, таким, в котором составляющая по типу искусства имела более приоритетное значение, чем какие-то другие. Так, например, религии китайцы предпочитали искусство, умение жить в этом мире. Наукам они предпочитали, точным наукам, они предпочитали такие для европейского человека абстрактные, непонятные вещи, да, как мудрствование астрологии, диамантии и всяких там дадательных практик и всего с того, и в таком духе. И хотя китайский ученый и поэт это в широком смысле и мыслитель, и художник, и музыкант, и государственный чиновник, и служащий, об этом чуть дальше я еще буду говорить. Так вот, несмотря на то, что оба этих течения, и конфуцианство, и да, и сиро, зародились и развивались приблизительно в одно и то же время, несмотря на то, что конфуция и лао-цзы могли быть современниками, я говорю могли быть, потому что если у существования конфуция ни у кого не вызывает сомнения, да, то есть его историческая личность абсолютно реальна, его существование доказано, то жизнь и деятельность лао-цзы вызывают до сих пор огромное количество споров. Сама личность лао-цзы, овеяна легендами, так говорят о том, что его мать унашила на протяжении нескольких десятилетий, да, и когда он родился, он родился уже стариком. Отсюда и имя лао-цзы, да, мудрый старик. С другой стороны, говорят о том, что он жил от 160 до 200 лет, да, это тоже такие большие вопросительные знаки по поводу его личности, но и никто не дает однозначного ответа на вопрос, а был ли мальчик, в общем. Жил такой человек или не жил, или это образ такой же собирательный, как сейчас говорят Шекспир, да, это тоже человек, который в принципе не существовал. Ну, как бы там ни было, да, был жив, не жил этот человек, какими бы особенностями он не обладал, оба этих направления, несмотря, опять же, на то, что зародились и развивались в одно и тот же время, в один и тот же период, имели, в общем-то, разную скупу совершенно. Так, конфуцианство стало государственной идеологией в одной из эпох, и, кстати, сохранило вот этот статус государственной идеологии до начала 20-го века, да, представьте себе историю, с 5-го века до нашей эры до 20-го века нашей эры. И потеряла она свой статус государственной идеологии с приходом коммунистов к власти, да, когда конфуцианский принцип управления государством, да, его идеология была занена тремя принципами Китайской Народной Республики. Да, Син же никогда не имел статус официальной ни религии, ни философии, хотя, хотя, по легендам, преданиям, один из самых видных, первых императоров Китая, Цирку Анди, был как раз новоположником, да, Сизма. А Лао Цзи уже просто развивал его идеи, да, и сформировал трактат, который на сегодняшний день, не знаю, как это, Лао Цзи. Так вот, и несмотря как раз на эти различия, а можно как раз благодаря этим различия, оба этих течения оказали колоссальное влияние на формирование китайской живописи, китайской нации в целом. В тот период, когда дозизм и конфуцианство набирают символы, оформляются в самостоятельные течения и витрии, в этот же период, то есть в пятом-третьем веках до нашей эры, начинает развиваться то, что на сегодняшний день называется традиционной китайской живописью Го-Хва, да, или китайская живопись тучи. Естественно, эта живопись не могла стоять в стороне от двух главных философских течений, да, от двух школ мыслей, и, естественно, она выбрала в себя все, что только могла, да, пропитана духом этих школ и идей с головы до пяток. И, ну, здесь, наверное, будет не совсем правильно сказать, что философия, тут только философия, там, конфуция и дозизма наложили отпечаток на становление китайской живописи. Скорее правильно будет сказать о том, что это было взаимное влияние, взаимодействие, да, определенное. Дело в том, что, как я говорил, китайский ученый – это не философ в чистом виде, да, это немножко другой образ ученого, чем тот, который есть в образе европейского какого-то, да, книжный, кажется. Это человек, который в первую очередь должен был владеть каллиграфией обязательно, да. Да, знание, навыки в каллиграфии открывали человеку дверью в сословие, которое называлось ШИ, да, или интеллектуальная элита, да, это была своего рода интеллигенция китайской, да. Только сословие ШИ могло рассчитывать на продвижение по карьере, по службе, и, соответственно, иметь возможность заниматься, там, осваивать новые области знаний и мыслей. Знание каллиграфии, да, знание иероглифов и умение их писать давало возможность читать старые древние тексты и рукописи, соответственно, набираться в мудрости древних поколений. Об этой мудрости древних поколений хочется сейчас небольшое ответвление сделать. Есть три таких очень важных позиции в китайской культуре. Три традиции, три понятия, которые, без которых Китай, в принципе, немыслимно, наверное, не получил для того развития. Первое из этих понятий – это понятие о дау. Кто в курсе что такое дау? Это понятие и в конфуцианстве и в доосизме было проявлено основным. Мы только трактовались с ним немножко по-разному. Об этом тоже еще будут говорить. Второе понятие, вторая вещь, которая заложена в основе китайского мировоззрения, это выраженный в таком значке закон взаимодействия в силу. Кому знакомо? Ко всем. И что это значит? О чем речь идет? Это что? Единственное противоположность. Взаимодействие двух стихий, двух начал. Активного, деятельного, светлого, янского, или по-другому мужского. И пассивного, полого, инисского, либо женского. В доосизме эта вещь сыграет свою правоугольную роль, да, свою главную роль, одну из главных ролей в формировании живописи в доросской традиции. И третье, что является следствием дау, да, пути всех вещей, взаимодействия мужских и женских, начал, производные, а вот дау. Такое понятие, как система пяти первоэлементов, либо по-другому усилен. Эта система первоэлементов складывается из взаимодействия пяти первостихий, либо пяти перводвижений. Так, дерево рождает огонь, огонь рождает землю, земля рождает металл, металл превращается в живописи в воду, вода питает дерево. Да, эти пять первоэлементов взаимосвязаны в цикле, которая называется цикл порождения, и точно так же связаны в цикле истощения. Так, дерево истощает землю, земля выпивает воду, вода заливает огонь, огонь плавит металл, металл рубит дерево. Да, это если говорить о таких фундаментальных понятиях. По этому поводу нужны какие-то дополнения. Нет? Каждому из этих пяти первоэлементов соответствует определенный период года, определенный орган в теле человека, соответствует определенный период жизни человека, и так далее, и так далее. Вот эти вот три ключевых позиции. Потом, в дальнейшем, вы видите отражение в живописи и в конфликционской философии в меньшей степени, а в дооской философии в большей степени, они были отражены с точки зрения формирования их образа, мысли, действий, направления, которые они дальше перейдут. Так вот, начать перед этим, астанавливать. Я говорил о том, что китайцы смотрели данную жизнь сквозь призму творчества, и, в общем-то, нельзя говорить о том, что китайский философ — это только философ, китайский художник — это только художник. Да? Было такое? Да, я говорил о том, что каждый, почти каждый выдающийся художник-каллиграф-влипает, он также уважаем чиновник. Причем зачастую посты, которые они занимали в Китае, в китайских дворах, они были далеки от творчества. Так, например, Ван Вэй, один из самых знаменитых, наверное, художников Китая, занимал должность секретаря гражданской палаты, а затем секретаря императорского дворца в Эйдерее Тал. Очень близко к живописи, да? А кроме того, он был еще выдающимся поэтом. У него великолепные сборники стихов, да? И славу, как поэт и художник, он не снискал еще при жизни, еще при дворце императора. Два других известных художника, Кохи Юань, Жень Женьфа и Джао Мэнху, тоже снискали славу выдающихся администраторов. Так, например, Жень Женьфа занимал пост заместителя главного инспектора ирригационных сооружений. Да, что такое ирригация? Да? А мне скажешь? Да, система... Водоснабжение. Водоснабжение, говорю, я поднашу. Государственные посты Джо Мэнху включали должность губернатора нескольких провинций, главы Академии Ханли. Я, честно говоря, когда читаю жизни писаний художников и философов, и поэтов, я удивляюсь, как при их загруженности, их государственных обязанностях, как у них находилось время на философствование, живопись, каллиграфию, поэзию, музыку. И я, честно говоря, не могу это сейчас осознать и осознуть. Китайские мыслители, можно сказать, скорее размышлялись с кистью в руках, не просто теоретизировали и записывали на бумаге свои какие-то мысли. Нет. Они размышлялись с кистью в руках, фиксируя свои мысли в виде живописных или каллиграфических произведений. Так, например, если посмотреть на выражение в каллиграфии, то иероглиф можно разделить, условно, на две стороны. Левая сторона будет кинской, правая сторона будет янской. И поэтому, когда китайский каллиграф пишет иероглиф, он стремится соблюсти определенный баланс, в котором к качеству им соответствует утонжение, и легкость, а к качеству ян соответствует силой и твердость. Соответственно, тогда этот простейший иероглиф, например, весна, он будет выглядеть следующим образом. будет совсем хорошо получаться на полной поверхности писать. В этой фазе еще пока вроде бы все одинаково, да? Но дальнейшее движение иероглифа, развитие этого иероглифа, оно начинает как раз формировать вот это разделение на иньскую и янскую составляющую. В правой стороне иероглифа штихии черты пишутся обычно более сильными, более жирными, более напористыми, если можно так сказать. С правой стороной и финальная черта этого иероглифа. Вот здесь заметно, что левая часть иероглифа в сравнении с правой частью имеет меньшую силу. Заметно это или только мне? Заметно. Заметно. Ну, вы говорите, если не заметно. Заметно. Теперь, когда вы сказали… Теперь, когда вы сказали… Теперь, когда вы сказали, это стало понятно и заметно, да? Есть много таких вещей, я думаю, это не первый раз сегодня будет звучать, только когда вы сказали, теперь это стало понятно и очевидно. Дальше в живописи это тоже будет весьма веслом наглядно. Так вот, естественно, да, китайские философы, мыслители, да, я не могу сказать философы, мыслители, почему? Потому что в Китае практически никогда не было философии ради философии, да, как было в Европе иногда, и никогда не было искусства ради искусства. Опять же, сложно себе представить китайского художника, который живет в пещере и занимается только творчеством, да, и страдает от того, что его не понимали. Ну, как это сейчас угодно в игру, да. Очень часто китайские художники были крестьянами, они работали на земле, они выращивали рис, занимали всем тем, чем занимаются обычные крестьяне в полиции Китая. И при этом они были выдающимися художниками, работы которых высоко ценились при императорских творцах не только Китая, но и за его пределы. Так вот. Но есть еще один момент. Не только живописцы были философы, да, не только философы и живописцы. Очень многие императоры не только интересовались живописью и каллиграфию, но и были отличными художниками. Так, например, император Хуэй Цзун. Году жизни вы видите. Это его портрет с той стороны. А это его картина. Его картина и каллиграфия, которая, как вы можете видеть, выполнена великолепностью. Да, это не просто баловство с кистью, а это очень хорошие вершины мастерства. Либо другой император. Император династии Мин Чжу Чжэн Цзин. Который прославился мастерством в изображении обезьян. Это его, одна из самых известных его картин, играющие гиббоны. Да, то есть, если потом будет интересно, после того, как все закончится, мы можем обсудить эту картину, потому что здесь тоже очень интересные, это художественные и философские вещи мне реализованы. Они будут более понятны после того, как весь материал с этим пройдется. Да, так что живопись и философию я никогда не мог разделить в Китае на два самостоятельных отдельных каких-то элемента. Ну, о даосистме конфуцианства сейчас. Для начала коротко. И китайское общество, и наше общество, они построены на стереотипах, согласны? Так вот, стереотип конфуцианства — это человек, который хранит верность ритуалу, верит в то, что трудолюбие решит все наши проблемы. И самое главное черта этого человека — следование предок. У конфуцианцев такая ключевая позиция заключалась в том, что… И сам конфуциан в этом очень преуспел. В том, что… Не только, простите, был уверен, убежден в этом. В том, что предки наши, они были гораздо более умны, мудры и достойны, чем мы сейчас. Да, и чем они тогда. Соответственно, у них необходимо учиться. Необходимо повторять то, что делали они. Конфуцию, да… Со слугой конфуцианства можно считать то, что благодаря его влиянию, да, и его позициям. В Китае изменился вообще пантеон. Если до Конфуция китайцы верили во множество духов, у них там был верховный дух неба, да, то после Конфуция весь этот пантеон божеств и духов превратился в первопредков. То есть у людей, реально существовавших, но очень давно. Да, и благодаря Конфуции появилось такое понятие в Китае как «проистория». И то, что мы там, читая греческую мифологию, рассматриваем как сказки дядюшки Мазая и то, что никогда не существовало, а вот так вот такие похождения богов были, то Конфуцианцы свято верили в то, что был такой император, да, там, Хуань-Ди первый, жёлтый предок, в том, что он был прославлен такими героическими делами и вообще был мудр, справедлив и так далее и тому подобное. И поэтому исследование предков считалось одной из важных таких черт действительно благородного мужа. Даосы, да, архетип, не архетип, а ассоциация с Даосом, это такой вот философствующий маг, который пройдет по миру в поисках бессмертия, да, который стремится достичь бессмертия и при этом апеллирует к знаниям древних. Ну, в частности, следует Дао Бути, черпая, да, там, свои силы в взаимодействии Ян и Инь, и следует, да, там, Усин и Цзин и многие другие вещи. Ну, и, соответственно, Даос — это человек, которого можно назвать антиконсерватором, если возможно такой термин вообще, да, то есть абсолютная противоположность конфуцианцам. Да, 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 это человек, который всегда пренебрегал ритуалом. По этому поводу ходила масса легенд и анекдотов о встречах конфуцианцев и даосов, и спозвольте одну такую историю расскажу. Да, в одном из царств, да, напомню, период воюющих царств, когда каждая провинция имела своего ванна или правителя, так вот, в одном из таких царств местный ванна, правитель, решил устроить все-таки соревнования, да, для того, чтобы понять, кто прав, даосовый или конфуцианц. И объявил художественное состязание, предложил даосовый конфуцианцам нарисовать драконы. Все на все. Ну, конфуцианец с энтузиазмом принялся за дело. В первую очередь он выполнил все необходимые ритуалы, которые для этого были предназначены, нет, и их исполнял. Потом несколько дней готовился морально, духовно, душевно, готовил в соответствии с традициями краски, кисти. И приступил, опять же, в соответствии с традицией, как то предписывала традиция, и опыт предков к рисованию дракона минеральными красками и кистью на шоу. Недели две он рисовал этого дракона, периодически прерываясь, продвигаясь шаг за шагом в живописи дракона, как предписывали ритуалы и традиции, он останавливался для того, чтобы совершить специальные действия, для отношения дракона, как духу дракона, которого он рисовал, и так далее и тому подобное. И вот через две недели он явил меру совершенного дракона. Дракон настолько хорошо получился, что создавалось ощущение, как будто маленькие ворсинки, которыми, где укрыто тело дракона, шевелятся на ветру. Было ощущение, что слышно, как дышит этот дракон. Ну и вот приходит время свои произведения показать на судьбу. Даос в течение всех этих двух недель, пока конфуциально срисовал своего дракона, полна необходимые ритуалы, пил, ел, спал, ничего не пил. И вот, когда пришло время представлять работу, даос встал, потянулся, почесал брюхом, растопырил пятерню, наклонился и на земле сделал вот такое движение. Посмотрел, ухмыльнулся, сказал, готово. Конфуциально пришел в бешенство, да, и те, кто были вместе с ним. Они кричали, как ты можешь, как ты можешь так издеваться? Кто ты такой, что ты посмел издеваться над нашим ванн? Я две недели рисовал дракона, посмотри, что получилось, а ты что сделал? На что-то вот сказал, а ты его видел? Кого его? Дракона? Нет, не видел, но традиция, понятно, традиция. Скажи, пожалуйста, кто из нас издевается над вами? Мало того, что ты нарисовал того, кого никогда в глаза не видел. Да, и говоришь, что это правильно. Так ты еще занимался этим две недели, заставляя всех смотреть на то, как ты это делаешь, и терять попусту время. В то время, когда я за две секунды нарисовал пяти рыбок. Какие же это драконы? Воскликнул Конфуциально. На что Даос ответил, а ты их видел? Пока Конфуциально был в бешенстве и рвал остатки бородов, и всегда на лице Даос забрал с полагающейся адресы, и был такой. Вот таких легенд о противостоянии Даоса и последователе традиции Конфуция было огромное множество и количество, да, но, конечно же, это шутка. Такие, такое соревнование, в принципе, не могло быть возможно, по одной простой причине. Даоса, один из основных принципов Даоса, это был прожить жизнь так, чтобы оставить как можно меньше свидетельствовать. Да, то есть, важный принцип Даосского мировоззрения был принцип Куэйн, принцип недеяния. Соответственно, в этом недеянии, да, необходимо было прожить всю свою жизнь. И есть тоже одна из притч, которая это очень хорошо иллюстрирует. Когда-то Лао Цзи увидел людей, бегущих в каком-то направлении, он спросил, куда вы бежите? Они говорят, да вот, умер великий Даосский учитель. Да что вы? Да. И вы бежите его хоронить? Ну, конечно, там человек 300 уже собралось его хоронить, несколько деревень. А ты пойдешь на меня, я не пойду. А что не пойдешь? Ну, а что это за Создаводский учитель, если его идут хоронить, его существование, не знало, аж 300 человек. Да, ну, хотя Лао Цзи приобрел всемирную славу, но это уже было после его смерти, а не при жизни. При жизни, опять же, по тем хроникам, которые есть, он не снискал какой-то огромной славы и не имел все-таки тайской популярности. Да, так вот, с основными позициями конфуцианства и дооситма. Разбравились с такими ключевыми? Теперь подробно. Итак, идеал конфуцианства — это создание гармоничного образа, гармоничного общества по древнему образцу. Да, то есть древние — это самое лучшее, что у нас есть, соответственно, необходимо им подражать. Гармоничное общество — это должно быть построено на идее преданности или джун. И, соответственно, из этих двух вещей конфуциантов — свое золотое правило этики. Не делай человеку того, чего не желаешь себе. И вот этот ключевой вектор человека любви, который начал проявляться дальше, он нашел очень широкое влияние на людей, на живописи, на мировоззрение в целом. И был ключевой точкой противостояния движения конфуцианства и движения дооситма. Так вот, конфуцианство сформулировало пять постоянств праведного человека. Это «Жень» — человеческое начало, любовь к людям, человека, любви, милосердия и гуманности. «Ли» буквально переводится как «обычь», «обряд либо ритуал». Это верность обычаям в соблюдении обрядов, ну, например, такой центральный момент конфуцианского положения, как любовь к родителям, да, это почитание предков. Третий принцип — это «И» — правда и справедливость, «Жи» — здравый смысл, благоразумие, мудрость и рассудительность. И пятый «Си» — искренность, доброе намерение, непринужденность и добросовестность. Вот эти вот пять принципов, да, пять постоянств праведного человека у конфуцианства далеко не случайны. Если вы посмотрите вот на то, что здесь нарисовано, да, эти пять принципов связываются с вот этой системой пяти первоэлементов, да, вот пяти перводействий, пяти перводействий, пяти перводействий. Я дальше буду говорить, что из-за чего соответствует и какие дальнейших качества оно себе несет. Так вот, каждому из этих пяти постоянств праведного человека соответствует определенный первый элемент в системе «Си». Соответственно, эти постоянства связаны с собой в цикле порождения. Один рождает в другой и в цикле уравновешивания, да, не в цикле источения, а в цикле уравновешивания. Соответственно, каждый из этих принципов, отпечаток каждого из этих принципов, мы можем найти в тех или иных моментах китайской живописи. «Принцип Жень. Человеческое начало, любовь к людям. Человеколюбие, милосердие и гуманность. Это то, что одновременно является и человеческим началом в человеке, и его долгом. Нельзя сказать, что из себя представляет человек, до тех пор, пока не поймешь его предназначение. Да, если говорить совсем просто, то человек, по конкурсу, человек есть то, что он сам из себя делает. Человек есть то, что он сам из себя состоит. «Следовать Жень» значит руководствоваться сочувствием и любовью к людям, к человеколюбию. И где-то в 18-18-18 веке в Англии было похожее течение, сформировался принцип совершенного, образ совершенного человека. Кто помнит, как он назывался? «Джентльмен». «Джентльмен». Совершенно верно. «Джентльмен». Мягкий, обходительный человек, который в первую очередь ориентирован на что? на то, чтобы быть приятным для других людей. Так вот, принцип «Жень», человеколюбие, гуманность – это противопоставление дикости, необузданности, жестокости. В китайской живописи, благодаря появлению принципа «Жень», появился такой жанр, как портрет, чего никогда китайская живопись не знала раньше. Справедливости ради надо отметить, что портрет на самом деле и вообще изображение людей в Китае не снискали от своей популярности. Лет через 200 после того, как они пришли к китайской живописи, они заняли последнее место в жанрах традиционной китайской живописи. Но в этих портретах тоже есть определенные интересные моменты. Так, например, когда китайцы увидели европейские портреты, портреты европейских мастеров, они были удивлены и сказали, наверное, европейцы наполовину белые, наполовину черные. Почему вы так решили, спасибо, у них? Ну как? На ваших портретах у них одна часть лица белая, вторая черная. Если вы вспомните, как рисовались европейские портреты, главная задача – это была игра светотений, моделирование форм. Китайцы ориентируются на совершенно другое. В первую очередь они стремились в портрете отразить качество человека, суть этого человека. Причем сделать это так, чтобы это было видно, понятно и сразу не возникало никаких других ассоциаций с человеком, не по портретному сходству, не по свойству черт лица, а по тому образу, который он создает и вызывает. То, что вы можете сказать об этом человеке? Какие ассоциации привыкли? Какую? Спокойствие. Спокойствие. Основательность. Портрет называется «Император скала», «Император гора». Отражает, да? Даже с формой. Примеры тоже портретов, да, китайских императоров. Ну, в первую очередь, кого рисовали китайцы? Они не рисовали просто людину. Да, вот этот принцип отражается в первую очередь в рисовании аристократии, знати императоров, императорских жен, как в данном случае. Это одна из красавиц. Ну, и императоров во всей его своей красоте, да? Сравнимо с драконом. Да, выражение лица, коза, усы, да. Соответственно, император – это был сын дракона на земле, сын не был дракон на земле. Да, вот, пожалуйста. Или вот еще один сын дракона. Именно в формировании портретного направления живописи Жень, как принцип, да, виден и чувствуется лучше всего. Второй принцип – Ли. Буквально обычай, ритуал, обряд, верность обычаям соблюдения ритуалов, ну, например, по чтению хранителя. В полеучем смысле Ли – это любая деятельность, направленная на сохранение в устое в обществе. Вот если человек что-то делает для того, чтобы общество не распадалось, с ним не возникали какие-то ображения и течения, то значит, он хорошо живет, культирует принцип Ли. Если его деятельность направлена на разбороны шатаний, на подрыв к власти, да, на стяжательство выгоды, или еще чего-то, то тогда это человек, который не имеет такого качества, как Ли. В самом общем виде под ритуалом может пониматься какие-то конкретные нормы, образцы, общественно достойное поведение и так дальше. В живописи этот принцип отразился в появлении жанровой живописи. То есть, начали появляться картинки, изображающие ритуалы, как в данном случае, которые показывали какие-то вещи, связанные с соблюдением обрядов, обычаев, например, обряд или обычаев охоты в таком виде, если верить китайским художникам, императоры ездили на охоту. Это дворцовые всякие сценки. Это, кстати, один свитер. Это верхняя часть, с этой стороны книжника вставляется. Вот такая вот шуткинция получается. Как видите, здесь можно многое узнать о жизни во дворце, о развлечениях, о том, где кто-то совещался, но очень мало можно узнать о жизни самих китайцев рядовых. Почему? Потому что жизнь рядового человека по конкурцианскому представлению мира, она имела меньший интерес, представляла меньший интерес, чем жизнь императора и высших саномников. Почему? Чуть дальше, я же скажу. Ну, вот еще моменты жанровых сценок, которые появились в китайской живописи благодаря как раз принципу понятия Ли. Тоже один из таких моментов. Два ученых возле сосны. Так вот, но самое главное влияние этого принципа на китайскую живопись появилось в формировании сводов, канонов и принципов китайской живописи. И до сих пор эти своды канонов и принципов живы и исповедуются, проповедуются китайскими художниками. Конкурцианскими правилами живописи предписывалось быть чисто интеллектуальным явлением. То есть, каких-то эмоциональных человек, вот увидел красивый цветок и нарисовал. Нет, это не живопись конкурцианского. Это обязательно должен был быть целый ряд заключений, размышлений каких-то. Это обязательно должно было отражать видение художника, не только видение художника, да, то, что мы сейчас видим на этих очень хороших работах. Нет, оно должно было отражать его мировоззрение, его мысли. И второй обязательный закон и принцип это художник должен был быть целомудрен, практически монахом. Чушь всего пошлого, но он также должен был много читать и путешествовать. По одной из традиций воспитания китайского художника насчитывалось больше 20 лет, 10 из которых он занимался изучением работ своего наставника, своего мастера или работ туда, других школ, растирал краски, готовил краски, учился держать кисти, делать основные штрихи. В китайской живописи насчитывается огромное количество точек больше 100, видов вариантов точек. А вот это все он должен был впитывать. А следующие 10 лет он не имел права держать кисточку в руках, а должен был путешествовать по всем провинциям Китая и впирать впитывать в себя все то, что он видит. Все картины, абсолютно все картины китайцев, которые вы здесь увидите, где-то еще, что относятся к древней традиционной живописи, это все кабинетные работы. Они не писали с натуры. Если вы внимательно посмотрите на то, как они писали эту память, вы очень многому удивитесь. можно создать картину не прочитав 10 тысяч книг и не проделав путем 10 тысяч книг? Конфукционских художников отвечали, конечно, нет. Это невозможно. Соответственно, благодаря этому принципу в 8 веке сложились основные жанры китайской живописи. Это жанры живописи растений, в частности живопись бамбурка. Вообще живопись бамбурка всю жизнь занимались тем, что рисовали бамбурку. Да, причем были целые школы бамбурка. Была школа бамбурка, рисование бамбурка на виду. Люди рисовали всю жизнь. Сколько он занимался жив, рисовал только бамбуркой, только на виду. Или живопись бамбурка под снегом. Все, другие сюжеты не занимали. Натура там не существовало рисования с натурой. Во-первых, то, чем рисовали и на чем рисовали не подразумевало живопись с натурой. Потому что китайский художник рисовал кистью, несколько вариантов кистей было, рисовал тушью, которая растиралась, была в палочках таких, растиралась непосредственно перед тем, как рисовать. Но самым главным моментом была рисовая бумага и решовка, которую на натуре, на природе просто невозможно использовать. рисовая бумага, чтобы было приблизительно понимание, на чем рисовали. Вы помните про макашку? Да, кто помнит? Не, не помните? Газетную бумагу. Более молодое поколение не помнит, в каждой тетрадке лежала промокашка. Так вот, газетную бумагу лежали. Так вот, это в несколько раз тоньше, чем газетная бумага. Газетная бумага, это папиросная бумага, если посмотреть на ее толщину, вот это рисовая бумага. Я не подумал, не взял с собой. Как сохраняли? Как сохраняли? Сохранялась эта живопись благодаря форматам, в которых она делалась. Ну, во-первых, китайская живопись, по фармлайдерам тоже резон, один из доводских принципов. Она запаковывалась не в рам, а запаковывалась в скидке. И поэтому китайская живопись, во-первых, на самом деле, многие китайские художники тех времен, они бы очень посмеялись, если бы узнали о том, что их работы пережили тысячелетие. Потому что они рисовали не для того, чтобы войти в века, они рисовали для того, чтобы выразить, продемонстрировать свои мысли. Да, у нас в начале встречи на начальном слайде было написано там, где качаются дороги мысли, где слова перестают выражать. Да, есть определенное понятие, которое очень сложно выразить. Например, баланс им и я. сколько слов, столько вариантов трактовки этих вещей. Китайцы для этого прибегали к изобразительному рисуну. Они показывали, я думаю, что это выглядит круто. Тогда это становилось понятно. Если продолжать тему конфуцианских ритуалов традиций, с китайской живописью связан еще один ритуал. Да, это древний ритуал чайной сфермунии. Так, прежде чем начинать пить чай, хозяин вывешивал каллиграфический свиток, либо живописный свиток, да, перед грестиями, и они сидели часто могли разговаривать о этой картине, могли рассуждать о достоинствах этого и его ульфа, думать, что хоть вас кладет дождик, спорить над этим. Мы только потом шли пить чай. И во время чая только у них совершенно другое отношение к этим вещам. Это не для демонстрации себя, смотрите, как я нарисовал, классные. Нет, у них это совершенно для другого, для того, чтобы подумать вместе с этим философом, для того, чтобы подумать, размышлять над темой, которую побрасывают этот художник. Китайская живопись, особенно живопись растений, живопись цветовых птиц, это живопись, пронизанная символизмом, символикой, скрытыми смыслами. Я чуть дальше еще об этом буду говорить в каких-то сюжетах, постараюсь более детально раскрыть, если это интересно. Интересно? Да, символы и связаны. Хорошо, так вот, жанр, соответственно, свитки скручивались, упаковывались в изящные коробочки и их ходить. Приходила зима, вывешивались свитки, которые были связаны с размышлениями о зиме, о наступающем весне. Приходил праздник цветения слива маяхла, то, что мы очень часто сатурой называем. Так вот, приходил период весны, праздник цветения сливы маяхла, вывешивались изображения сливы. Появлялась в доме дочь, в ее комнате вывешивалась картина с пионами, потому что пионы олицетворяли привлечение, нахождение для молодой девушки выгодной партии. и много других. На самом деле живопись очень тесно переплетена с мировоззрением, с фэншуем, потом с фэншуем, сначала, в первую очередь, с мировоззрением и каким-то традициям. Так вот, основные жанры, которые существуют и поныне до сих пор, на протяжении тысяч лет китайцы так и не сдвинулись от этих жанров. Так вот, жанры живописи растений, в частности, живопись бамбука, живопись цветовый птиц, горные пейзажи, либо шаншуй, переводится как горы и воды. Все очень просто. Анималистические жанры литмяу, то есть пернатые и пушистые. И, как видите, последний стоит жанр портретов. Так вот, каноны этих жанров не изменились до сих пор. Верность ритуалу можно оценить вот еще какой я покажу два примера. Конфуцианская традиционность предписывала рисовать исключительно согласно канону. Один из таких канонов это рисование бамбука. В нем предписывалось, во-первых, в каноне предписывалось определенным образом нережать кистки. Традиционно китайские живописи буха, кистачки держатся вот таким образом. и включая в работу в каждом конкретном движении те или иные усилия в пальцах за связь или в руки. Так вот, бамбуку предписывалось рисовать исключительно начиная снизу абсолютно конкретными движениями. прописывать сочленения предписывалось так, как прописываются точки в каллиграфии. Абсолютно неточно было регламентировано уменьшение по размеру толщины ствола бамбука и изменение соответственно вместе с ним от этих точек сочленения. Второй важной регламентацией это было то, как писать ветки бамбука. Так, например, предписывалось, что ветки бамбука можно было начинать рисовать не раньше, чем с пятого сочленения. Трогу внизу. Если ты хочешь нарисовать ветку бамбука, то ты должен нарисовать пять пустых участков, а потом только начинать рисовать ветку. Причем первая ветка должна была расти обязательно в одну конкретную сторону. Более того, сами бамбука должны образовывать конструкцию похожую на иероглиф бамбуку. Смотришь на картину, ты должен видеть и сами бамбуки, и эти бамбуки должны образовывать нечто похожее на иероглиф бамбуки. Например, когда рисовалась цветущая слива ветки этой силы должны образовывать один из двух иероглифов. Иероглиф красота. И отступление от этого канона было не позволить. Для меня удивительным остается то, что при этой жесткой подходе у них колоссальная разнообразие ведущих стилей бамбуков, стилей, в которых они работают. Почему это так тачком говорит? Так вот, рисовалась ветка бамбука тоже определенным образом. Так, например, предписывалась ветка бамбука расчленять на три ветки так, они образовывались на подобие трезунцев. Соответственно, если здесь у меня появилась ветка, если я не дам ей параллельно с этой стороны, я крайне не права в случае зрения конкурсионской традиции. Всегда я должен здесь дать маленькую веточку. Ну и соответственно, начинать рисовать листья нужно было абсолютно уверенной последовательности. Так, первыми нужно было рисовать листья, которые растут в конце веточки, потом рисовать листья, которые будут дальше. потом двигаться на половине вниз. И так дальше. У меня сейчас такое образование получится. любой отход влево или вправо вот этой традиции сразу же обесценивал работу мастера и показывал его, говорил его неуважение в траницах бегов. Даотский художник не в жизнь будет не заморачиваться. Я говорю сейчас конкурсионский художник, даотский художник это не совсем верно. Не было отдельно выделено это школа даотства, школа конкурсионства. Нет, какая манера живописи была у художника зависела от того каких взглядов ему придерживаться за единую Россию или за по-моему другому. Так вот, даотский художник рисовал художник источник с методом принципов даотситма. Он рисовал этот же бамбук совершенно по-другому. Нарисовал его по своему введению души. Потому что в Китае в даотске рисовала на переднем плане. Тогда этот бамбук мог бы ленького выглядеть следующим образом. Да, если здесь нужно было лучше чего-то как все происходит. Здесь допускалась абсолютно конкретная спонтанность. Здесь допускалась нечто такой областью. К сожалению, рамбуках ветка могла расти так, ей заслужится. Ну и соответственно в рисовании листьев в частности художник подходим не с точки зрения канона и того как они должны расти по канону. В первую очередь с точки зрения того как идея они должны выразить. И это могло быть что-то вон так разница заметна? Да, вот по-другому. Соответственно вы можете распознавая здоровье когда будете смотреть по-моему уже лечит в глаза разница какому типу живописи какому типу реализации идей это можно было отнести. Естественно на эти вещи можно было рисовать только по-моему. Согласны? Такие идеи. Так, мы остановились с вами в жанре. Следующий принцип принцип И либо права справедливости и основан на взаимности так как справедливо почитать родителей не просто потому что они родители а в благодарность за то что они тебя вырызут. Вообще хотя так как говорят следование ли то есть ритуал из собственных интересов не является грехом справедливый человек следует ли так как это правильно справедливый человек следует ритуалу потому что это правильно другая фраза то что благородный человек ищет и то есть правду и справедливость а низкий человек ищет выгоду после все первоэлементов и уравновешивает качество жизни и сообщает благородному человеку необходимую твердость противостоит эгоизм но по принципу вы можете более детально более широко наверное посчитать области касающегося конкурцианства если это будет интересно я же в большей степени хотел бы обратиться к тому как это выражалось в живописи в живописи всегда все чувства в Китае воздействие на чувства обусловливалось подчинением их естественным принципам и ограничивалось выражением сущности идеи но в то же самое время художники комбинировали между собой лишь те предметы которые могли быть в реальной жизни рядом друг с другом так например при рисовании вод морской или речной жизни было порядка 100 вариантов того что можно изображать более того было очень четко указано какие растения с какими можно рисовать и именно в такой комбинации они встречаются в природе а какие растения нельзя рисовать какие животные с какими растениями не увязываются так например если рисовали перепелов то их рисовали обязательно с чем спросом рисуешь спросом рису перепелов все все то что окружает косулю естественная жизнь именно такой лес именно такие косули именно такие косули должны находиться в таком рису или или вот тоже пример природа естественно да как видите здесь нет этих вещей которые более свойственные европейским китайская живопись вообще европейская отвечает за тем что как видите китайская живопись она не религиозна она никогда не служила религи как таковой да и не отражались отношения человека с Богом не отражались абсолютно обыденные на первый взгляд вещи но эти вещи несли свой смысл так вот например да по поводу стереотипов и предписаний если вы рисовали мир реки да там куда какого-то то рядом с сорокой если вы хотели что-то нарисовать вы могли нарисовать из всей живности только креветку если вы рисовали креветок то рядом с креветкой можно было нарисовать только определенную виду хищную рыбу типа наши щуки или уху да ничего другого ни влево ни в право но вот этот вот подход да действия по принципу и права и справедливости честности оно заставляло китайских художников становиться губкой которая впитывает все из окружающего мира для того чтобы по памяти это нарисовать это необходимо попонять взаимосвязь значит эти взаимосвязи необходимо пронаблюдать их необходимо будет очень конкретно высчитать высмотреть тоже цветущая слива летающие ласточки они связаны одним сезоном года внизу какие-то распускающиеся весенние цветы молодые побеги помадка все соответствует одному сезону года все соответствует одному периоду весны это и есть один из моментов реализации принципа следующий момент не устали еще точно я устала ты устала а может пойдем погулять еще хорошо чуть-чуть будешь уставать когда вдохнешь приходи еще я никогда не было такого внимательного молодого по этим вещам которые говорили какие-то вопросы сейчас возникают не только рисовать одно без другого если ты хотел нарисовать одно что-то выразить какую-то идею то это одно ты мог нарисовать в окружении только конкретных вещей чтобы равновесить да ну смотри например можно было нарисовать одну привету но если ты хотел нарисовать выразить идею текучести жизни этой текучести жизни ты хотел повидать ощущение радусти этому ощущению радостности ты хотел сообщить весеннюю свежесть то естественно ты должен был нарисовать в этом случае пруд, сорогу как символ радостности и цветущую сливу как символ весны. И вот к этому всему просто, как в студии, призывать было нельзя необходимо было это балансировать креветкой, которая говорила о том, что среди всех высоких материй есть и нечто-то простое сустав, и есть один и тот же баланс, один и тот же баланс. Здесь искайствуют. Баланская традиция – это благородный муж, это человек с изгибаемой волей, с силой, намерений. И дальше жизнь этого человека, она отражалась, во-первых, толщиной с балансом. Можно было передать свое мнение, свое размышление на тему того, в каком состоянии сейчас находится само художник, если смотреть на это, как на, допустим, на портреты. Можно представить, что это автопортреты, но, тем не менее, один из профессиональных художников говорил о том, что любое произведение художника – это, в первую очередь, его портрет должен происходить в нем. Да, соответственно, анализируя себя, я могу написать вот такой стоп. Я могу написать вот такой вот. Да, я могу написать легкие дрожащие листья, да, которые будут сообщать свителю мысль о том, что при всем, в таком сильном качестве банку, он все равно подвержен, да, каким-то же действиям его реальности. Все равно листья тут получатся на ветру, все равно они могут быть сорваны в ветру, да, но при этом все помогут, и не перестает быть помогут. Таким образом можно было реализовать идею о том, что, ну, которую на сегодняшний день можно выразить, можно просто хватать и пасть. Можно будет потом посмотреть отдельно каким-то сюжетом, я постараюсь объяснить, что это. Соответственно, отвечаю дальше на ваш вопрос. Художник рисовал либо себя, либо какой-то портрет, либо свои мысли, да, благородный муж. А кто-то благородный муж мог размышлять на пусанских художников. И он мог рисовать качество этого благородного мужа, изображая Мангу, да, и рисуя его в словах толстых, наростых, широких. Благородный муж должен быть скромен, то же самое время, да, то есть не только своим, не только иметь, там, характер, изгибаемую волю и твердость в принципах и убеждениях, но он точно так же должен быть еще и скромен. А символом скромности была китайская гризантема, ну, и орхидея. И размещая таким образом эти символы рядом, он как раз и говорит о своем видении того, какие качества должны быть благородного мужа. Ну, в первую очередь, это замуж на мужу, правильно? Ну, если мужчина что-то хочет выразить, то... Ну, я не знаю, потому что у нас тоже нужно переступрять. Ну, то есть, если мысли не уходим в образ мужа, как объект, но не хочется рисовать... Ну, конечно, конечно. Тогда, по первой очереди, скорее символиков, тогда уже размуждение... То есть, вам включаться, то есть он конкретно выгуляет на эту... Мне очень понравилась фраза, которую сегодня Олег рассказал нам в начале, да, когда мы с ним общались перед началом, он говорил о том, что в Греции был такой подход очень конкретный, да, в выборе школы и направления философии. Человек выбирал сначала образ жизни, а потом вот этот образ жизни выбирал ту школу, в которую он пойдет, да, там, или Гуреец, или школу Аристотера, или еще как-то. Так вот, в Китае художники выбирали свои направления точно так. Они сначала выбирали область, в которой они будут располагать свои размышления и мысли, и потом находили мастера, которого они учили. Понимаешь? Да. Да, я вот, может, чуть-чуть разверну вопрос. Ну, если была школа, которая рисовала, как бы он выбрать букву очередь, только он бы рисовала? Да. Он выбирал школу, которая рисовала Бангу, потому что его интересовало, в первую очередь, культивирование тех качеств и проблем, которыми занимался Бангу. Понимаешь? Да, понимаешь? У каждой функции есть свой образ, да? Да. У каждого образа есть карта на Кукуску каждого сюжета, есть свое точность. Знаете, как в Европе был в свое время язык цветов или язык еро, да, когда в Испании дама, благодаря положению веера, могла рассказать целую кучу всего, да? Вот точно так же и у китайцев, да, как в Европе, у Испании, наклон веера в одну сторону, открытые полностью или частично, да, или там закрытые, это был определенный символ, знак, да, образ, понятный всем. Вот точно так же и в Китае изображения Бангука, орхидеи, хризантемы, пейзажа, да, вот отдельных элементов этих вещей, да, если говорить о другом образе, там, или вы, были понятны и известны всем. И поэтому мы для того, чтобы общаться используем слова, да, для того, чтобы передать сообщение. А поскольку в Китае до сих пор не каждый человек знает иероглифы, да, они используют другой язык, они используют язык образ. Но в этот язык образов они могли положить не только текстовое сообщение, да, «Мне нравится, мальчик с пятого года», да, они могли положить, кроме образа, свое отношение к своему видению. Потому что одну и ту же линию можно сделать по-разному. Одну и ту же линию можно провести по-разному. Она может быть напряженная, она может быть мягкая, она может быть стремительной, да. С тем же самым бамбуком, да. Один и ту же штрих. Один вариант. Второй вариант. И они разные. Да, хотя используется одна и та же вещь используется. И ту же самую линию можно сделать еще по-третьим. И это, опять же, по-моему, где-то то же самое движение, но если говорить о выражении каких-то мыслей и идей, то вот это будет нести что у нас в целом? Ну, со состояниями человека. Что у нас в целом? Основательность, стабильность, спокойствие, да, определенное, уверенность. Это импульс, стремление вперед, да, какое-то? Такую. А это? Что это? Что это? Ну, вероятно, я немножечко по-другому. Ну, здесь вопрос сейчас не в направлении, да, а в силе, с которой движение делается, да, стремительность. Да, и вот еще один вариант. Это тоже движение, да. Кисточку можно располагать по-другому совершенно. Да, мы тут же видим, можно так написать, а можно написать ее, понятно. Но по линии уже реализовала? Нет, писалась один раз, по-другому. Нет, я думаю, уже один обратилась, да? Нет. Нет. Вот здесь разные школы, есть школа контурного рисования, да, когда прорисовывается сначала пункт, а потом не легко. Тот же бомбок нарисовывает? Да, да, да. А можно что-то? Два примера, просто. Рисовался сначала по контуру, а потом этот контур заливался. Каким-то цветом. Да, вот и вот так получалось. Точно так же рисовались листья, как рисовалось. Ветка. Вот таким образом. И здесь рисовались естественно. Части использовали человек или звезды? использовали рады но вышивки локажем и тогда считалось и сейчас считается рисовали моно-кровик в черно-белом изображении при применении только туши и бумаги все второй вариант композицию Это не вопрос стиля изображения, а вопрос подхода идей, которые выражаются. На сегодняшний день все смешалось в доме, и поэтому на сегодняшний день очень сложно сказать, это только кондукция, скажем пусть это от того, это можно сказать о пейзажах большей степени. Потому что идеи бродили, ходили туда-сюда, и одни идеи художникам были блестив и брали одни мысли, трансформировали их на свои какие-то акции. Поэтому сегодня на каких-то древних работах, которые там в дуношерку будет еще можно найти, подпечатанных вот это закупок официанский рисунок, а это закупок удовольствия. А сегодня тоже это выйдет. Окей, вернемся дальше. Да? Ответили на эти вопросы? Так вот, следующий принцип – это G – здравый смысл, благоразумие, внутренность, рассуждительность. Это также умение просчитать следствия своим действием, посмотреть на них со стороны, в перспективе. Это уравновешивает качество и предупреждает упрямство. Качество от них предупреждает упрямство. Но и еще один момент – G противостоит глупости. Кто помнит G – это что у нас? Справедливость. То справедливость без здравого смысла – это глупость. Справедливость равновешивается здравым смыслом и благоразумием. Это, знаете, точно так же, как на сегодняшний день правдоборство, правдолюбие. Правда во что только не стало в независимости от того, к чему эта правда приведет. Очень часто последствия этой правды для кого-то становятся весьма и весьма удивительными. И вот этот баланс всегда очень сложный. Что правильно в этом случае – правда или здравый способ? По конкурсу это невозможно объединять одно от другого, это должно балансироваться, это должно идти вместе. Вот в живописи это правило выражено лучше всего во фразе «Передавай образцы, меняйся в изображении». Это фраза из 6-го закона Лефа. Закон Лефа – это 6 принципов, 6 правил китайской живописи, которые сформулированы были еще на заре зарождения этой живописи. На этих рисунках, на этих двух репродукциях лучше всего видно, что имел в виду автор. Это о чем я говорю. Посмотрите, здесь более древняя работа и копия с нее практически. Посмотрите, здесь использован один и тот же сюжет. Есть череда гряд с этой стороны, какие-то гряды с этой стороны, и нагромождение холмовости. Здесь горы на заднем плане, густая растительность внизу. То же самое и с этой стороны. Но посмотрите на различия техники, на различия подхода. Это момент, когда за образец бралась работа старого масла, когда кого-то из древних, но ей давалась своя трактовка, свое видение, свое понимание. В данном случае и в технике, и в каких-то композиционных моментах. Но однозначно это работа, которая делалась под влиянием, под впечатлением другого. Поэтому копируя старые образцы, меняйся в изображении. Следуя природной естественности, вырабатывая свой собственный стиль. Но здесь опять же проявляя благоразумие, дабы не пасть в ремесленный профессионализм с одной стороны, или манеризм с другой стороны. Ремесленный профессионализм – это когда человек рисует, отработал техникум, души уже не вкладывают, мысли не вкладывают. А так, увлаждая дебор, мало мыслящих в этом высоком искусстве, зарабатывает на этом деньги. Манеризм – это когда становится оригинальностью выше всего. Когда человек не мысль уже пытается развить, а пытается такую фразу потрясающую сказать. А я так вижу. У меня такая магия. Вот и одно, и другое было китайцам чуждо, они жутко к этого не любили в жизни. На тот период, на тот момент. На сегодняшний день Китай – это уже хорошая торговая марка устоявшаяся. Ну и следующий принцип – принцип Синь. Искренность, добрая намерение, непринужденность – это про совесть. Синь уравновешивает Ли, предупреждает от Сибири. Ли – это у нас кто помнит что? Ритуал. Так вот, ритуал без искренности – это уже лицеверие. Синь как раз и должен уравновешивать качество Ли. Но и одновременно художнику следовало с этой искренностью, непринужденностью и в первую очередь добросовестностей добиваться зрелости мастерства. Вчера у нас на занятии Елена привела цитату из книжки, не помню, к сожалению, автора, когда там японцев, правда, художник размышляет на такую тему. Я дословно не перескажу, как смысл. Я начал рисовать мировещие стили. Да, я поможу? Чуть-чуть. Я начал рисовать формы с пяти лет, с четырех или с пяти лет. Когда мне было 20 лет, я начал передавать форму, научился передавать форму. Когда мне было 40 лет, я там начал владеть линией. И там даже через каждые десять лет какие новые вещи он осваивал. Когда он говорит, когда мне будет 120 лет, я достигну совершенства. Это невозможно без конфуцианского добросовестно добиваться зрелости в мастерстве. Китайский художник никогда не подходил к тому, что я всего достиг, я опотолочился. Всегда, всегда, всегда можно было развиваться. Потому что идеальная картина считалась из два варианта. Вариант первый – это кустой лист бумаги. Да, но это удалось к подходу. Второй вариант. Ну да, почему кустой лист бумаги? Потому что каждый зритель может увидеть в этом что-то свое. Каждый раз что-то новое. А второй вариант. Картина должна быть настолько живой, чтобы человек чувствовал запах того, что нарисовал. Если это вариант, то должен чувствовать запах нового. Но, естественно, к этому можно было идти всю жизнь. Да, что так и делали. Ну и в области живописи. Следующий момент. Необходимо было владеть множеством различных стилей и со временем создать свой собственный стиль. Вот дальше идет репродукция картин одного и того же художника. Посмотрите на разницу в этих работах. Первая картина, да? Сокол, который поймал буропадку. Опять же, да, здесь соблюдены все те принципы, о которых мы говорили раньше. Традиционный подход, традиционная композиция, естественное природное окружение. Вот это тот же художник. Это уже лошади. И это тот же художник. Имя этому художнику Жень Жень Пам, которого мы смотрели, мы говорили раньше, да? Который при том, что он был живописцем, он еще был губернатором нескольких провинций и руководил академией. Это его работа. Как видите, каждая из этих работ выполнена в немножко другом стиле, да? Она имеет другую технику и другую сюжетность. Художнику предписывалось быть универсалом. Но универсалом быть на пути познания, да, на пути совершенствования своего мастерства. После того, как художник находил свой стиль, он начинал изображать что-то одно. Ну и центральная вещь. Да. А вот эти тексты, конечно, что они у нас начали? Тексты, каллиграфия. Там много разных вещей. И очень часто каллиграфией дополнялась, во-первых, каллиграфия и живопись. Они всегда шли руководку, да? В каллиграфии было несколько вещей. Она начала появляться в первую очередь для того, чтобы было понятно, что хотел бы уроники про ним этим сказать, да? С другой стороны, очень часто каллиграфия давала другой смысл, да, тому, что было написано, тому, что было нарисовано. Так, например, периодически, когда рисовалась искаженность, это могли быть выскаженные конкурсы, например, да, которые могли помочь понять то, что написано. Например, когда рисовалась ведущая Стива, и она написала со стихом. С видением Стива мы открываем парад со стихом. Да? Да? Для нас ни о чем не будет. Для детальцев это не спор. Постыло в том, что все, пришла ли сна. Да? Что дальше будет звездение, звездение, звездение. С другой стороны, да, если смотреть на Добойскую тропатуру, как это видишь. То есть, что в этот сюжет и в этот текст заложено пожелание произведания на стол. Стар святого – это сто детей. Святение Стивы Мэй – это с… С одной стороны, это может быть, как любую стучищу, чтобы он довольно… Если он процветает. С другой стороны, Святого Мэй – от… В его против прекрасных моих составов. Да? От красивой, внутренней, внешней красительной женщины, благополучной, процветающей тропу. Да? Это вот по сейсмуре. Другой момент, когда… С его вас отпустим. Хоризонт прямо. Извините, я щас… Песьма схематично. Хоризонтема рядом с хоризонтемой могли расположить… Камень. Камень рисовать здесь. Рядом нарисовали такую абсолютно уникальную вещь – китайский чайник. Я отталкиваю себе… Что-что? Генеальный китайский чайник. Да, вот могу быть выполнен в такой подобной манере… Вот и саммотизм… Да, здесь могу идти текст. Какой-то калибристический… И в этом тексте могу быть написано, ну, вот, примерно следующее, да, «Ничто так не пьянит, как… Никакое вино, сделанное из лепесткового роста, не пьянит так, как аромат осени и забаха хризантелы». Да, всё, и здесь целая палитра для размышлений, да, это целый образ, да, это импульс для мыслей, да, для того, чтобы у человека, ну, прочитав это, представить, прожить то состояние объединения, радости над осенью, вдыхания этих вещей. А потом, когда там, под этим конкретным стихом, да, стояла подпись, кому этот стих принадлежит, да, и когда человек узнавал, что этот стих написан за несколько дней до смерти этого поэта, да, или этого художника, то тогда картина вообще начинала приобретать совершенно другую случайность, да, и тогда острота эмоций и ощущений в ней начинала свинеть колоссальным накормом. Так вот, следующая вещь, которая находит отражение в китайской живописи, да, конкурцианский определенный канон, который находит отражение в китайской живописи, это культ предков. Продиктован он был очень простой, подражать по каранду невозможно, следует примерам предков, необходимым, да. Благодаря правлению этого культа предка, как говорится, сформировался определенный канон, да, так, канон предков. Итак, первая линия. Были предки первого императора, первая линия, либо Лаварский, да, первый предок. Про предок. Дальше за ним, на второй линии, шли предки ванамов, либо родителей провинций и областей, да, в перекладке на семью, народ конкретно взятый, да, какой-то. Это были следующие выдающиеся предки. Предки, которые прославили роду. Я пишу тут славные предки, в первую очередь от слова слава. Складные предки. Ну и потому что шли все остальные. Дальше шли предки каких-то боковых ветвей, роды и так далее, тому подобное. Вот эта вот идея была перевесена на модель построения государства. Так в этом государстве первым значился императором. За ним шли у ванны. У ванны – это правители областей, на делах. И дальше шли остальные чиновники. Вот они как раз и были, вот той вот индивидуальной элитой, либо ши. Кстати, в определенный период истории вот эти самые ши начали играть еще круче по уровню в Китае, и во многом даже начинали влиять на ход истории. Ну а, соответственно, дальше шли уже все остальные. Теперь-то футурацкие, на первый взгляд, вопросы, каким фоком это все связано с живой. Дело в том, что в… Ну, это легче всего проинвестировать на примере пейзажных живописей. Когда художники пейзаж строили, во-первых, по нескольким горизонтам, показывая первый горизонт, в котором те, кто там небожители, да, уговоря императорами, второй горизонт – это славные предки, либо ванны, третий – это сотворение, видите, да, людей. И третий горизонт – это мир других людей с другой стороны, это еще… Мир других людей с другой стороны, это еще отражение трех миров, трех началов, да, начало неба, начало земля, начало человеку, которые в большей степени на того, сколько они в свою операцию. Но, кроме того, в рисовании самих гор, да, в пейзаже, придерживают следующие идеи. Первая рисовалась – гора императора, или гора хозяина. Это была самая большая, самая главная гора. Второй рисовалась, дальше рисовались горы ванны, да, либо советники. Дальше рисовались, да, чиновники. Так вот формировался. Ты слышишь? Деревья. Деревья. Такая даже в песне есть деревья. В первую очередь, в первую очередь рисовалось дерево императора. Дальше рисовалась, рисовались деревья, ванны. Потом рисовались деревья. Очень маленький. Что стоит? Надо? Китайцы говорили о том, что, пользуясь этим принципом, и зная все китайские продукты, можно рисовать все по небесу. Потому что мы уже поняли принцип, механизм. Самое интересное, появилась первая группа. Пять уборов и так далее. Но государство ведь на этом не заканчивалось. Кроме императора и его приближенных выживающих людей. Вот они рисовались тоже в таком шутбе. Был пар, правитель, какой-то конвертной области, у которого были свои совместители и советники. Абсурран-картирные. Да, Абсурран-картирные. У которых были, соответственно, свои подчиненные. Так формировалась часть пейзажа. Да, но это схема. А теперь, как это выглядело в жизни. Гора императора. Горы ванны. Да. Вот город, где есть чиновники. И вот эти чиновники. Самое интересное, что сам принцип построения горы, да, можно еще трактовать по другому. Вот император. Видно, по-моему, за который я вложил? Да. Вот следующие чиновники. Вот те, кто идут ниже, ниже. И самые листые чиновники при дворце императора. А это уже могут быть правители отдельно. Кого? Да, то правительство. Вот вам, то есть правительство. Вот его подчиненные. Дальше, дальше, дальше идут. Самых мелких чиновников. А здесь у нас тут уже отдельная рода и люди. Да, вот. И как раз вот эти три горизонта. Мир людей, мир земли, мир неба. Та же самая история в этом случае. Император. Чиновники. Другая правительство. Мир людей. То, что людей касается. Мир земли. Мир неба. Что-то. То же самое. Это красная. Это красная. Это красная. Это печать. Это личная печать художника. Очень часто эти, ну, первое назначение. Это юрбейские художники пишут там Никас, да, или Пикассо. Вот картины. Китайские художники свои имена ставили в печати. Но, в дальнейшее время, кроме печати, которое имя свое несет, есть еще и более печати, которые отражали те или иные мысли. Например, могла стоять печать, там, one way, и где-то по другому углу стоять печать, все еще обучаюсь. Да, или там, по-прежнему ваш ученик, да, и прочая-прочая вещь. Вот еще вот то же самое с деревьев. Деревья большие, меньше, меньше, да. Здесь, если посмотреть внимательно, смотреться в эти работы, то здесь можно найти огромное количество соответствий к тому, о чем я говорил. Когда принцип фольтбренков, переложенный на живопись, выражался в таких вещах. Соответственно, да, художник размышляет о месте императора, челядь, о взаимоотношениях их в государстве, в жизни. Формировал вот такие вот картины. Сказать, что здесь было в первую очередь, а что во вторую мысль или живописная идея, очень сложно. Что-что? Ну, вот какие-то там тропины, дорожки, там, ну, есть это важно. Прописывают, делают, и есть... А не какой-то смысловой напуск? Смысловой напуск. Там, на самом деле, если проходить с точки зрения тактов и символового образа, можно целую неделю заниматься. Да, потому что тропинка может олицетворять, там, восхождение в карьере, да, передвижение низшего сословия, да, там, шины в первом этапе. Ну, масса всяких вещей, сидеть, заниматься интеллектуальной гимнастикой в этом плане, сплошной удовольствием. А где были картины? Были картины, авторство которых неизвестно, да, они установлены на сегодняшний день. Были картины без каллиграфии совершенно. Была каллиграфия без картины. Масса всяких вещей и нюансов. Друзья, перерыв нужен еще раз, спрашивай. Да? Хорошо, тогда у нас короткий перерыв. Да, я рисую под музыку. Мои картины – это всегда какая-то музыка, которая звучит либо в то время, когда я рисую, либо у меня в голове души. И понять движение в картине, да, мне легче, чем движение в музыке. Еще один такой момент. Китайская живопись и музыка, они очень-очень сходны. Например, композиция свинков китайских. Будут потом пейзажи. Если напомнить, я расскажу, да, она построена по композиции классического музыкального произведения. И когда начинаешь смотреть с точки зрения развития музыкальная тема, то очень-очень легко угадывать эти вещи. Напомните, да, когда вы видите первый пейзаж, скажите. Я покажу их. Хорошо? Придемся дальше. А какую музыку чаще всего слушаете, когда рисуете? В зависимости от того, чего я рисую. В зависимости от того, чем я рисую. Если я пишу китайские сюжеты рисовой бумагой и кистью, я слушаю традиционную китайскую музыку. Это может быть Эрпу, да, Слипка Эрпу, или это может там китайская флейта быть, или это могут быть китайские оркестровки, да, классические китайские оркестровки. Если это какие-то на свободную тему мытые какие-то вещи, да, где применяется живопись по мокрому, или там живопись от фигна, о которой я тоже сегодня буду говорить. То я рисую вот какие-нибудь вещи, там, связанные с нью рейджем, да, там современно, это Коронеш, периодически, это может быть Олтфилл. Если я пишу какие-то вещи, связанные с жизнью людей, да, то тогда это какая-то человеческая музыка. Можно петь там во время рисования. Мне сложно петь во время рисования. Почему? Потому что если вы попробуете вот так взять кисточку, да, и сделать пару движений, вы заметите, что мысли о другом не приходят. Ты держишь кисточку и нет возможности там, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да, песню строить, пережить, помогают. Но так не получается. Ты полностью концентрируешься на движение, потому что у тебя права на ошибку нет. Ты делаешь движение, и ты должен быть весь в этом движение. Тогда получается. Получается что-то большее, чем технически хорошо сделанное. То есть как можно импровизация? огромный полет для экологизации есть определенные композиционные подходы до композиция плода которая построена сплошь там заготовленных с шаблоном нет никаких ответил спасибо дальше садосим до санкутсанской санским вкладом китайскую живопись можно так определились передоводский класс вообще да один из его концепции негдеяния бои традиционно находился в оппозиции которая проповедовала службы государства довоз в этом в этом плане занимали совершенно другую позицию и первую очередь они достаточно иронично относились к культу предков так они говорили что нет большую разницу между древними современными старая отнюдь не идеальная традиционные ценности далеко не образец как пример перекладки на нашу жизнь на современную жизнь да можно вспомнить все революции когда у нас откидывалась старая потому что вот раньше это была ерунда вот мы соль мы новый мир построили при этом старая разрушена основания вот даосы не были такими радикальными в плане того что чего-то рушить да потому что насильственное решение конфликта это значит приложение в силе а это было вообще против но они точно так же не считали что у древних нужно чему-то конкретному учиться или не то что учиться а следовать им все последовать во всем и каждый выбирает опять же свои моменты как я говорил и компуциантство и даосин опирались на понятие да буквально путь но трактовали они немножко по-разному конфуцианцы придали этому понятию этическое значение столкового человека то есть нравственное поведение основанный на морали социальный порядок даосы дау даоси это бытие изменения вселенной это тоже надо естественный путь вещей дау даосизме это бесличностная сила воля вселенной который должен соответствовать порядок всех вещей в связи вот с этой с этой позиции очень существенно отличалась и живем кроме того дау последствия следствия понимания того что такое дау воля вселенной не имеет ни положительных не отрицательных характеристик она такая какая то есть человек и болью его и человек и его воля до более конкретного человека это не что по сравнению с более вселенной законными ним мы соответственно вселенная по отношению человека абсолютно беспристрастно как иллюстрацию вот этот конкретный тезис он звучал в противовес конкурсанскому человеколюбию даоси говорили о том что ну человеколюбие это не естественное человеческое движение почему потому что у природы нет человек хотите пример там очень простой да пойдите куда-нибудь чаще леса и выживите там в течение хотя бы недели полагаясь на человеколюбие мира если вас не сожрут то жизнь жизнь рая не покажется в этом момент поэтому даосы заключают такую простую вещь человеколюбие это не то что есть естественно не то что есть природным соответственно опираться на человеколюбие нет никакого смысла но и вот результат результат даосских мировоззрений здесь если видите человек занимает занимает здесь но ключевую позицию соответственно в своих пейзажах даоса отражали доска мировоззрение в пейзажах отражено в том что человек становится мизерным незначимым да он так просто какая-то часть пейзажа что ли про музыку сейчас расскажу про пройти еще расскажу вещь расскажу про музыку есть один свиток да вот опять же здесь глобализм такой природы масштабы вмещение там в этот пейзаж вот такого колоссально сидящего человека колоссально большого то же самое мир людей мостики какие-то люди идут они вот люди лодочки они минимальны по сравнению с тем масштабом природы вселенной которая есть по поводу музыкального произведения история следующем с чего начинается музыкальное произведение как можно экспозиция это свиток который скручен сверху вниз первым что начинает видеть зритель он начинает видеть вот эту часть и вот здесь происходит экспозиция завязка того что в экспозиции ответ на какой вопрос получается что происходит где происходит с тем больше а когда он ответ на этот вопрос дает нижняя часть свитка дальше что у нас происходит разработка развития тем вот у нас пошла развиваться тема дальше по мере того как разворачивается свиток следующая часть а дальше у нас есть всегда кульминация определенная точка закипать вот в доводских свитков который можно условно назвать доводским таким такой точке напряжения сейчас бывало в салта пустое пространство представьте себе как эта картина начинает разворачиваться перед глазами потихоньку потихоньку открываясь больше и больше и по мере того как она разворачивается здесь вот эта часть сворачивается человек видит не всю картину целиком он по ней движется под нижней то есть начала данный звучит печать и потом идет кульминация и как это штука называется как и какие-то последние звучащие аккорды очень часто последние аккорды делались сильными сильное завершение музыкальной кода и какой-то после случай небольшой дает возможность этому аккорду звучать до звеней так складывалась композиция на горизонтальных свитках вертикальных свитках есть горизонтальные свитки на них такая же самая история начинается с правой стороны здесь вступление экспозиция вступления завязка иногда есть работы с несколькими кульминацию с несколькими композиционными центрами вот эта вот вещь тоже не случайно почему потому что китайские художники как я говорил уже раньше не были художниками в чистом виде многие из них были музыкантами поэтами точно такая же структура композиции есть и в классической композиции произведения начинали китайцы начинали рисовать по одному простому принципу потому что по которым дальневосточные народы песни поют че вижу то поют вот они рисовали точно так же что видится первым то рисуется первым тоже претереживались да у них кроме этого у них еще соответственно даоса приобретала в их пейзаж даотские пейзажи то что сегодня выделяют отдельную категорию они очень отличаются от всех других пейзажах уделяют опять же три начала начала неба пустота да и более которого превыше всех остальных полей движение течение жизнь которого определяют все остальное земля это скалы камни и человек лодочки мостики постройки люди которые ходят соответственно художник выстраивал свою картину опираясь на эти три начала не мог нарисовать только 2 и 3 даже каких-нибудь глухих там груша каких-то все равно находилось место для какого-нибудь путешественника с осликом даже если он на 10 метровом свитки занимал сантиметровую позицию есть есть такой свиток свиток размером 10 метров в длину на нем нарисованы путник и мулы застрявшие в горном потоке так вот размер путника и мулы думаетесь на 10 метровом свитки 5 сантиметров все остальное это природа пейзаж в области портретной живописи соответственно да поскольку главной идеей является не человек а дал естественное движение естественный порядок каких-то вещей то соответственно в области портретной живописи художником даосом приписывают абсолютно другую позицию они изображали поэтом они изображали отшельников небожителей и писали в свободной практически эскизной манере вспомните портреты которые вы видели в начале и те которые вы видите сейчас как как-то абсолютно условно да что-то дано и опять же по символизме даосской живописи хризантема с одной стороны да это цветение и первозданная нежность с другой стороны хризантема символ уединенного отшельничества благородной благородной уединенности соответственно здесь перед нами уединившийся или вот такие портреты буквально несколько линий умение сказать мало выразить мало многое вот это бэйт ли бобом он его зовут такой свет портрет даосской манере или вот трое ученых кстати по поводу философы мыслители думали с кистью в руках вот вот эта вот штука называется стол ученого иногда рисовали отдельные такие сюжеты на этом столе свиток бумаги здесь тушеница или приспорки а вот чернильный камень на котором растираются тушь это обязательный атрибут ученого мыслителя тех времен китай и вот три философа три ученых что-то обсуждают о чем-то общаются опять же обратите внимание на разительную манеру да на разительную разницу в манере тех портретов или вот портрет господина лао цзы да лао цзы в руковном выволе говорят он таким образом путешествовал нету то есть скрупулезной прорисованности да нету тех каких-то фундаментальных вещей все носят характер скорости сиюминутности какой-то да и в этом подходе отражалось восприятие доосизма до того что происходит с человеком человек это позиция временная и очень временная малозначимая соответственно относиться серьезно к его рисованию не было никакого смысла живопись стала важным инструментом для того чтобы хотя бы по той простой причине дао цзы цзин да это фундаментальный труд доосизма есть такая фраза одна из первых дао выраженная словами не есть настоящее дао соответственно для того чтобы вы выразить необходимо искать другие средства одним из этих средств было средство передачи визуальной живописи рисования дао есть и в большом и в малом тоже очень важный для даоса принцип который в живописи выразился в том что взаимодействие и и и я такой баланс в картине выражаясь как пейзаж да в больших вещах таким мало рисование орхидеи и и пустота я наполненность движения так вот эти вот переходные моменты это вот то чем является в этой мандале линия переход 1 2 мир не находится в постоянном состоянии он находится в движении поэтому эта вещь пообщается вращается следующим символом который получается при вращении этого элемента был символ в котором идут три таких карты которые отражают тоже три начала неба человек дальше опять же эволюция этого символа многие товарищи сходятся потому что привела к появлению у славян и не только у славян и свастики так как солярного символа тоже самый момент тогда вы есть и в большом и в малом жизнь движение которое может показываться как больших пейзажа да и фундаментализм точно так же может передаваться жизни движения но уже с другой момент с другим моментом да сиюминутность вот в таких вот быстро выполненных мазками сливы кстати да тут за символизм я вещал сказать орхидея в китайской традиции это символ внутренней красоты знаете вот так красоты которую не раз которой они бросаются в глаза не очевидная красота допустим угроз не смотришь понимаешь красиво да но это красота которая полюбовался и все редкие эстеты находятся которые на розу могут смотреть бесконечно хоризонтема в этом случае орхидея в этом случае да этот цветок совершенно другой цветок который каждый раз открывает свою красоту по-новому 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 его красота в неброскость точно так же как есть люди внутренне красивые да и красоту которых начинаешь понимать далеко не сразу пройдя какое-то место время вместе с ними тут тоже пример бамбуков вообще вот это живопись четырех благородных да это четверо благородных это сюжет из орхидеи хризонтемы цветущие сливы маяхуа и бамбука четверо благородных мы уже называем просто 4 благородных четверо благородных так вот цветы птицы и насекомые они также связаны с даосизмом как отражение принципа большое в малом малое в большом тем более что они очень-очень иносказательными символами здесь из таких символов то о чем мы с вами молодой человек сидел мы рассказываем по поводу бамбука вот бамбук на ветру да вот листья в эту сторону но при этом всем бамбук сохраняет свою вертикальную ориентировку да показывая такой момент внутреннего стержня даже несмотря на юность на молодость если говоря по-другому если у человека есть стержень если у него есть позиция если у него есть его дал путь то тогда внешне какие-то вещи воздействия его не гнут и не страшны при этом всем очень важный момент это внутренняя красота и благородство символом которых является в данном случае орхидеи причем эти символы внутренней красоты и внутреннего благородства они здесь как видите разложены во всех трех горизонтах внутренняя красота и внутреннее благородство имеют свое значение как в мире людей да то есть оценивается миром людей так и в мире земли так и в мире неба да вначале не было по трем горизонтам все эти три три качества которые сходят ну и соответственно уверенность и сила одного укореняют и укрепляют те кто находится рядом такие простые чтения хоризонтема хоризонтема это благородное уединеное благородное одиночество размышлятельность размышлительность что слива цветущая слива это с одной стороны красота нежность просветление да с другой стороны это символ непрекращающегося жизненного потока вообще цветущая слива это один из наверное самых метафизически наполненных сюжетов да причем потому что цветущая слива ветки цветущей сливы расходятся на две стороны а ветки сливы растут в четыре направления что соответствует четырем сторонам света маленькие ветки растут еще на четыре стороны что соответствует четырем полусторонам света не просто север-юг-восток-запах кроме того слива цветок сливы имеет пять лепестков что соответствует представление китайцев системе первоэлементов кроме того цветок сливы проходит в своей фазе в своей жизни 7 фаз 7 этапов развития что соответствует в первую очередь семи родам китайцев да с другой стороны это соответствует семи степеням жизни человека семи этапов которые человек находится в своей жизни пять этапов связанных с циклом усины два этапа то что у нас называют пертатным периодом кризис шестнадцать и четырнадцать шестнадцать лет это кризис среднего возраста да такая вот песня всего лишь святущая слива ну вот четвертый из благородных вот так хризантема и тот чайник гениальный китайский соответственно следующий момент да да есть и в большом и в малом тех же в тех же моментах дорисовали следующую кстати горизонтальный свитер вступление развитие тема основная часть нация а вот кульминация и последняя округа да кстати вот по поводу вот этой усины китайцев очень многое на ней было завязано в частности у китайцев было всего пять нот пентатоника называются да соответственно каждой ноте соответствовал свой первый элемент они взаимосвязывались в гармонии можно вообще чуть-чуть прокомментировать вот этот цвет порождения взаимопорождение как-то ну я не знаю как я понимаю это не совсем не должно быть логично да вот если там ну дерево дает питание огню да да огонь ничего что не логично логично удобряет землю да огонь догорает да формирует залог земля земля зреет металл и металл и вода а металл по действию температуры обладает каким свойством текучестью да вода питает то же самое находится и в области психологических вещей например да первоэлемент у дерева соответствуют такие психологические качества как целеустремленность сила умение дерзнуть да начать и закончить начало огонь соответственно вот эта сила она рождает харизму огонь да притягательность харизматичность человек это харизма при при правильных вещах да если здесь не включать ну вещи которые ослабляют да то эти два движения вместе рождают структурность и достижение да потому что земля это энергия достижения структуры да то есть соответственно эта структура начинает рождать правила да которым является металл и благодаря этой структуре и появляющимся правилам все начинает разделяться на правильное и неправильное мое не мое нужное не нужно соответственно в этот момент человек начинает проявляться гибкость его способность гибкость да там вот ситуация либо еще по каких-то вещах но и в дальнейшем движении да при движении появляется качество свободного творчества и способности к синтезу потому что вода это отражение синтеза природы это все что попадает в воду становится ее частью она окисляет она растворяет она бывает да и все остается в системе вы говорите это можно спроцировать допустим на жизнь на жизненный пункт человека да в принципе то же что в детстве человек активно растет человек активно растет каждый день у него что-то начнет происходить он расставит на какое-то количество сантиметров ему тогда огонь период когда человек идея не только идея это период немножко максимализма когда человек готов это работает за идею и не только и следующий момент да земля в данном случае это не следующий этап возраста это момент перехода да это переходный период просто вот это уже шутился можно записать немножко по-другому когда эти пять первоэлементов будут располагаться вот так и здесь земля будет находиться в середине дерево огонь металл вода соответственно земля это межсезонье с одной стороны с другой стороны это переходный период в возрасте человека соответственно дальше следующий этап соответствует периоду года осень а в жизни человека этап зрелости да когда человек уже не столько категоричен когда он в большей степени сходит появление мудрости ну и соответственно старость максимальная мудрость это когда человек уже на все смотрит да с позиции уже своего опыта его мало чем можно удивить из того что происходит в жизни людей да такие вещи в плане развития то же самое модель которая описывает практически любые процессы да еще один момент я некоторое время занимался бизнес тренингом лет 10 да бизнес институтирование бизнес тренингом и один из моментов которые у меня появились оказывается кроме того как они у меня появились они еще появились человек так тысяч да это подход к бизнесу на основе анализа бизнеса по таком есть такая даже целая тема которая называется самоменеджмент и все да которая позволяет себя спроекцировать под понять какие-то свои собственные ограничения сложности или вещи которые требуют развития на пять первоэлементов и процессов не связан но вернемся к живописи так принцип большое в малом малое в большом выражался вот еще какой вещь очень часто горам и людям или деревьям и людям предавались одни и те же полюб посмотрите сейчас на вот эту вот часть нашего поэта и на вот эту часть дерево вы видите что они написаны одинаково а если вы перенесете взгляд ниже и обратите внимание на увидишь в нем третий раз повторяется кроме этого по всей картине можно еще найти вещи которые будут точно так же дублировать и повторять те или иные элементы из этой ритмичной вещи но в частности в большом движении вот это же движение вот это движение еще больше те же самые линии развилка как птичка у них очень много таких вещей в пейзажах ну вот еще пример он который образовывать его одежда и вот сосна рядом с которой он сидит которая описывает тот же самый контур и вот гора которая стоит если вы посмотрите на очертание этой горы и на очертание вот этого человека да вот все сходство находит а теперь когда теперь когда если я говорю что это будет единожды земли в дау всякое движение есть возвращение всякое полезное свойство сладость еще один момент из дау дэцин исторически использование не присутствующего в картине в даосизме то есть пустого места восходит к нейтральному фону не только в даосизме вообще в живописи европейские художники вот если посмотреть это пустое место начинали заполнять голубыми облаками облаками какими-то еще и гость света и тень китайцы да да оси нашел отражение в китайской живописи виде свободных пространства в которых очень часто пустое место свободное место незаполенное пространство было красноречивее чем все что было вынесено на передний план китайцы превратили пустое место до пустое пространство в одухотворенную пустоту который напряжение вот этого дерева и изгиба было бы совершенно другим если бы она происходила на фоне представьте голубые облака и это был бы уже совсем другой пейзаж кроме того баланс ян и инь да опять же который достигается здесь благодаря уравновешиванию активная часть работы и пассивный это вторая задача которую решали художники но следующая вещь это то что все подчиняется воле неба да и дао исконная дао вселенная дао путь оно намного больше и важнее и сильнее преобладает и подавляет и то что происходит в мире земли и то что происходит в мире в данном случае еще такой же момент здесь пустота просто пустое место и закрашенный фон но благодаря этой пустоте возникает ощущение расстояния в картине китайцы не пользовались правилам линейной перспективы хотя они открыли ее за тысячу лет до того как она появилась европейской жизни вместо того чтобы пользоваться правилам линейной перспективы сокращение долгий на работе которая прямо дорожка нарисована очень хорошо виден момент дорожки сужаются уходя китайцы этих не пользовались совершенно у них дорожка она одинаковая на всем протяжении здесь и здесь она не уменьшается не сокращаться они делали то что называется смещенный фокус того что еще скажут отдельную часть они решали самостоятельно вот эта часть если самостоятельным произведением если вот эту часть срезы а если вот эту часть срезы пожалуйста и в каждом из этих элементов будет отражаться небо земля человек небо земля человек на каждом из этих трех этап это вот к слову о работе мысли дальше что значит мыслил человек а вот то и знали то и значит они укладывали большое в малое в большом искали эти соотношения и выражения но и здесь пустота это пустота это пустота они дают ощущение масштаба объема глубины плана всего того что европейцы достигали совершенно другими путями конфуцианцы кстати конфуцианский пейзаж если помните они отличались отсутствием такого четкого четкого деления на планы они больше взаимосвязь то же самое картина написано в общем-то пустотой 90 процентов поля пустые них нет движения с нашей точки зрения они не заполнены ничем тотально не заполнен здесь есть маленькие какие-то шришочки какие-то пятнышки и вот эти вот шришочки и пятнышки создают ощущение глубины и жизни в работе да они наполняют эту работу движение и вот эта композиция вот это композиционное построение в котором пустота является главным доминирующим мотивом в картине с точки зрения живописного построения композиция одно из самых сложных вещей потому что вывелить место расположением пустоты и каждого элемента в этой пустоте работа не одного месяца размышления на какие темы какие мысли приходят в голову просторы далее рождение чугута музыка потекла пустота сплошная пустота здесь движение кистью еще меньше чем в предыдущей работе но пространство простор глубина ширина абсолютно фантастическая это все души это разные оттенки туши китайцы рисовали по современному канону есть 7 оттенков туши комбинации 7 оттенков туши формируют все тональные переходы и пустоты сложное простое завершают друг друга длинное короткое вымеряют друг друга высокая низкая друг друга определяют еще задолго до появления теории относительности в инштейн китайцы пользовались принципом того что если ты хочешь передать движение нарисуй это движение на фоне или в окружении статических предметов тогда это движение будет чувствоваться лучше пример пожалуйста движение сокола движение улетающих куропатки да здесь настолько явно и ярко за счет того что все элементы дерева даже ветром не отгибаются фундаментально расположившиеся выросшая ветка никакого движения совершенно точно так же висящие просто определенное поле листья но движение общее движение в работе как раз и передает то ощущение стремительности которая присутствует при охоте ястреба на добычу тот же самый момент движение мягкое планирование вот этих двух царей чувствуется благодаря тому что оно поддерживается колебания и вы давать и вот это вот мягкое движение чувствуется ощущается благодаря абсолютно фундаментальным стабильным структурным элементам камни цапли птицы сидят не имеющие этого движения но на фоне этого благодаря этому окружению вселенная приходит благодаря этой статике вселенной приходит движение и наоборот вот еще один момент работая одного художника как это реализовывалось в чужие тоже большое и маленькое измеряют друг друга вот это кажется майки благодаря тому что рядом размещено большое здесь тоже сам самая интересная вещь заключается в том что они теперь приобретают совершенно другой масштаб то что казалось большим когда рядом с ним расположена маленькая выглядит маленьким когда рядом с ним располагается нечто большое и то что казалось но и еще один момент принцип увы тоже один из важных фундаментальных принципов что это значит то значит что нужно изначально рисовал не контуры если помните так как я показывал рисовались горы сейчас просто два варианта попробую показать сюжет сделал один и тот же один выполненный в традиционной линейной манере 2 манере от 15 рисую быстро поэтому извините за это шероховатость в одной манере сначала прописывается контур закладываются повороты то что я рисую называется принцип драконьих вен в живописи когда скалы прорисовываются как прожил вен потом на эту часть начинают накладываться дополнительные какие-то вещи которые объем доформировывают потом начинают накладываться цвет тень где-то добавляется цвет где-то цвет не добавляется оставляется в соты добавляются какие-то вещи сюда получается некое объемное присоединение до окружного графа принцип движения от пятна и рисования от пятна абсолютно другой здесь художник в первую очередь формирует пятно а потом этому пятно начинает придавать какое-то зачеркание следуя естественно следам которые оставляют красные бумаги не придумывая каких-то пожилых да вот есть здесь вот здесь появятся полочки и карниз как раз и находилась в реализацию принциповый принцип недеяния когда художник ничего не делает практически изначально сам он дает возможность душе сформировать то что она захочет то как это будет следовать естественному пути а потом следуя наименьшему усилию да про принцип наименьшему усилия перевернутого усилия начинает в этом выводить то что уже нашему языку рассказала бумага и сформировались и все и еще один момент который связан с даосскими традициями даосскими практиками это максимальное упрощение следствие отсекая все ненужное самое самое главное самое ценное это рисование без отрыва кисти от бумаги когда изображаются какие-то объекты цветы в частности кисть от бумаги практически не отрывается то что называется живопись в одном движении в том случае живопись начинает превращаться в мастер и проявление в какие-то фантастические вещи ну например и проявления в этом помеха Так что это быстрое, импровизированное действие, но смысл именно такой, когда цветок написан со всеми раздельными вещами, кисточка в магии не отрывалась. Это реализация, еще одна реализация того,ского подхода к живописи, к тому, чтобы оставлять только то, что можно сделать за один раз, и не пытаться это вылизывать, выстраивать, выпиливать. Ну вот, примеры выдающихся гениальных работ живописи от пятна, когда вначале была на произведенном тушь, да, и потом в этой туши мастер увидел лотос, дополнил его бабушку, это бабушка, говорю. Лябушка, да, дальше нарисовал цветок лотоса, ну а стержневым основным моментом было вот это вот пинорка, это тушь. Вперед такой момент. А она как и ветку берут, и видят такие штуки. Да, 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 как корни пластика, как из ветра что-то делают. Но то же самое здесь, да, когда группировка разных пятен формирует изображение. Ничего другого, только пятна. Или вот пятна, которые превращаются в горы, в пейзажи. Здесь нет вот той детальной, тонкой прорисовки. Но в то же самое время здесь соблюдены все те же самые принципы, да. Здесь есть мир человека, здесь есть мир земли, здесь есть мир неба. Здесь есть принцип минимального усилия, да, здесь есть принцип правдивого окружения. Все то, о чем мы говорим. Пятна приобретают смысл, да? Да, да. Пятна приобретают смысл, приобретают другое звучание. Тоже говорящая пустота, которая сделана под пять. Вот просто пятна туши. Тоже какие-то пятна туши, которые потом было где-то добавлено, что-то дорисовано, сформированы такие пустоты. А вот вот желтоватые, это оно сходилось так, или это там, ну, в случае ровной? Бумага от времени желтая, или? Бумага от времени желтая, да. Бумага от времени желтая. Но максимальный расцвет китайской живописи связан как раз не с разъединением, да, не с различным толкованием доосизма и конструкционства, а как раз за счет объединения. Это тот момент, когда два разных взгляда, два родили третий что-то, да, и третья мощная, сильная. Потому что именно симбиоз этих двух философских школ, именно симбиоз этих двух столков китайской мысли дали толчок, потому что мы знаем на сегодняшний день как традиционная китайская живопись в том формате, который нам известен уже с периода раннего-средневековья. Трудами четыре пути духовного самосовершенствования художника. Это где-то двенадцатый век нашей эры уже, да, сколько сформулированы эти принципы. Здесь вы видите очищать свое сердце, дабы освободиться от суетных забот. Вникать в книги, дабы постичь принципы вещей. Бежать легкой слабой, дабы охладить ее смирь. Искать дружбу возвышенных людей, дабы совершенствовать свои манеры. Здесь два принципа конфуцианских, два принципа даосских. Найдите их. Найдите их. Что отсюда относится к конфуцианским принципам? Как вы узнаете? Вникать в книги и не искать дружбу возвышенных людей. Да, это два конфуцианских премьерства. А очищать свое сердце, дабы освободиться от суетных забот и бежать легкой слабой, дабы охладить весь мир, это как раз даоская реализация. И эти вещи, да, несли в себе китайские художники. Кроме конфуцианских традиций и принципов, да, один из последователей конфуцианской традиции добавил их еще четырьмя даосскими принципами. Безумство, пренебрежение мирскими законами, помраченность, забвение всего мирского, бедность, противопоставление себя миру. И уединение, остраненность от мира, позволяющие вести благородный образ жизни. И это все на даосский, на конфуцианский традиционализм, да, когда художник занимался тем, что он несколько лет отрабатывал там два-три движения, да, и скрупулезно выписывал каждую шерстинку вот такого плана кошки. Ну и благодаря этим всем вещам, да, соединение конфуцианства и даосизма получились те принципы, которые до сегодняшнего дня проповедуют известные китайские художники, один из которых у Цибайши, верно, один из самых знаменитых китайских мастеров 20-го века. Итак, художник должен быть скромным и сторониться в славу, потому что дух снисходит на того, кто воистину способен принимать. Это откуда, привет? Из даосизма или из конфуцианства? Даосизма. Даосизма, верно. В то же время он должен обладать глубоким пониманием вещей, а его искусство должно быть всеобъемлющим. Это конфуцианство, да? Это конфуцианство. Это конфуцианство, да? Его уделом должна быть бедность, ибо только тот обретет свободу, кто не озаботит более собственностью, властью или удовольствием. А это откуда? Даосизма. А это даосизма. Да, это даосизма. Ну и художник должен взращивать свое природное дарование. Это даосская часть, природное дарование, но он должен следовать правилам. А это конфуцианская часть, которые сошлись вот в одном лозунге, в одной позиции, в которой… АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На сегодня все. Друзья мои, спасибо огромное вам за ваше внимание, за ваш интерес, который я видел в ваших глазах, в ваших реакциях. Я очень рад, что у нас сегодня состоялось. Вопросы, замечания, предложения, пожелания. А много еще направлений вот в китайской живописи или… В смысле? Ну еще направления есть какие-то, которые иногда есть? В живописи? Ну да, в китайской живописи. Ну, в китайской живописи нет направления даосизма конкурсанства, да. Есть направление гунби и сей – это быстрая, есть и тщательная. Конкурсанство и даосизм наложили свой отпечаток на формирование принципов этой живописи. Да. Ну, где-то у вас в технике отличается, да, но как бы в оскорении… На сегодняшний день, вот сегодняшняя китайская живопись, да, я не беру коммерческую живопись, да, которую на улице художников в Бекине можно найти. Да, тут то, что у нас продается в фэншуйных лаврах, да, такие пошловатые немножко вещи. Сегодняшняя китайская живопись – это живопись, которая вобрала в себя и то, и другое. Да, есть, там, условно говоря, более даосская живопись – это быстрый стиль и живопись усим в частности, да, которую я практикую. Есть, условно, более конкурсанская живопись – это тщательный стиль, тщательная гисть, в которой вот, вот, витальная мелко-происовопись. Но они на сегодняшний день могут тут комплектоваться и туда, и сюда. А вот главный принцип отмеча от японской? От японской? Да. Ну, основные такие, в чем это отличие? Знаете, главное отмеча, наверное, японской живописи от китайской в том, что японская живопись никогда не была японской. Японская живопись – это видоизмененная китайская живопись. Вообще, если говорить о японской традициях, да, отчет зарождения Японии как таковой, то Япония – это откуда? Это китайцы, которые переехали на свободные острова, образовали там свое государство, да, в период завоевания Маньчжура. И поэтому они как приехали туда с багажом, который привезли из Китая, так они и начали его доводить до совершенства. Отличительная черта – не столько живописи, сколько культура, да, и направленности китайские и японские заключаются в том, что китайцы идут по пути трансформации, да, то есть они идут по пути хоть не повторения старого, но усовершенствования. Японцы идут по пути доведения до идеала того, что у них есть. Да, я когда-то смотрел ролик о чайном мастере японском. Его чайную церемонию снимали 25 раз. Так вот, отклонение руки от траектории движения у него составляет несколько миллиметров. Представляете, да, то есть у него точность в траектории движения колеблется только вот на 1-2 миллиметра. Все, все остальное идет по идеальной траектории, которую он вырабатывал в десятилетии. Вот это японская, да, культура. Японская живопись в связи с этим, она имеет идеальные линии. И если не брать такое направление японской живописи, как сумьё, да, то японская живопись, она гораздо более графична и декоративна, чем китайская. Сумьё, да, она очень сходит с живописью Синна, она очень похожа, где-то где-то сплетается с живописью Сумьё, в которой тоже есть там, да, лишь несколько мастов, которые передаются все остальное. Где-то так. Спасибо. Еще раз спасибо вам. Спасибо новому Акрополю. Спасибо большое. У нас общий подарок от нового Акрополя. Всех благодарных слушателей Синни. Ну, Агенсону мы дали ему афишку. Спасибо. И такой военный подарок – это журнал «Человек без границы» издательства Нового Акрополя. Журнал про Японию. В Китае у нас еще не вышел. Искурсовидел нас. Я понял. Мы подготовим быть. До следующего номера какие-то, да? Спасибо. И еще один подарок – это книжка издательства Нового Акрополя, созданная в Украине. Это книжка об алхимии, о великом делании, ну, даже с названием «Великое делание». Думаю, оно не только к алхимии относится. Для знакомства и с этой традицией, и есть вот даже даосская алхимия. Спасибо. О поисках взаимосвязей Востока и Запада. Спасибо. Спасибо большое.